Москва. С раннего утра до позднего вечера в любую погоду на улицах мегаполиса находится около трёх миллионов автомобилей. Примерно 10 тысяч из них лицензированы такси. Коммерческих и кавушек не хватает. Говорят, что Москве нужно как минимум вдвое больше таксомоторов. Мы попробуем помочь москвичам и гостям столицы преодолеть этот дефицит. В роли такси временно побудет новая Hyundai Elantra. Неслучайно именно работа в такси считается свидетельством высокого уровня комфорта и надёжности автомобиля. Этот наш тест будет и вашим тестом. Чтобы как можно лучше выявить качество этого автомобиля, мы решили интенсифицировать его эксплуатацию. Я буду ездить по Москве не один, а с пассажирами. В качестве этих пассажиров мы будем выбирать случайных людей. Конечно, работа таксистом требует лицензии, но мы не нарушаем закон, потому что я не собираюсь брать с них деньги. Вместо этого они будут делиться со мной своими первыми впечатлениями и мнениями об этой машине. Итак, сегодня мы будем таксовать. Таксовать я буду на Hyundai Elantra. Прошу прощения, не Hyundai, а Hyundai. Потому что наши соотечественники так часто ошибаются с этим названием, что компания решила принять, так сказать, нашу версию. И теперь официально это слово произносится как Hyundai, хотя по-корейски более правильно Hyundai. Но мы поверим компании-импортеру и будем тоже говорить Hyundai. Чтобы пореже останавливаться в дороге, я захватил с собой горячий чай в этом термосе. И теперь мне предстоит найти для него место, ну и самому усесться поудобнее. Elantra внешне не очень похожа на такси. Таксомоторные компании обычно предпочитают автомобили более классического стиля, а то и совсем прагматичные фургоны вроде Ситроин-Берлинга. У новой кореянки стиль выразительный и даже футуристический. Это общая черта всех новых моделей Hyundai. Корейская компания стремительно сменила свой стиль. Сложные формы перетекают одна в другую, как и обещает название текучая скульптура. В общем стиле выполнены и другие модели Hyundai. В некоторых случаях это может стать недостатком, если вашу Elantra примут за более скромный Solaris. Впрочем, сходство стиля моделей разных классов, как говорится, до степени смешения, присуще большинству самых престижных марок. Так что Hyundai это единство дизайна вряд ли помешает. Ведь Elantra могут принять не только за дешевый Solaris, но и за более солидную Sonata. Elantra – самая популярная модель Hyundai. С 1990 года, когда появилось первое поколение, в мире продано около 6 миллионов таких автомобилей. Первое поколение для некоторых стран назывались Elantra, а в Корее эта модель продается под названием Avantra. Нынешнее поколение – пятое. Оно появилось на родине весной 2010 года, а в России продается начиная с осени 2011. Пока я еду один, прежде чем брать клиентов, я должен удостовериться, что сел я удобно, и ничто не препятствует мне выполнять обязанности водителя, пусть и бесплатного. И действительно здесь очень удобно и очень просторно. Поскольку база у автомобиля – это 2700 миллиметров, то есть это почти такая же, как вот, например, Toyota Camry, которая даже в своем классе достаточно большая и вместительная. У нее 2775. И простор здесь чувствуется и впереди, и сзади. Но, во-первых, достаточно широкий диапазон регулировок позволил мне усесться оптимально. Ну, хотя я-то 50-й перцентиль, то есть мне подходит практически любой автомобиль. Интерьер Elantra выглядит не менее стильно, чем ее внешность. Стремительный разлет линий на передней панели создает футуристический облик, хотя на самом деле расположение приборов и органов управления практически такое же, как и обычно. Эргономика теперь никто не пренебрегает. С точки зрения удобства посадки и досягаемость органов управления Elantra достаточно хороша. Регулировать кресло водителя можно в том числе и по высоте. Рулевая колонка регулируется как в продольном направлении, так и по углу наклона. Кажется, я вижу своего первого клиента. Вот эта девушка со сноубордом, хотя какой сейчас сноуборд. Но вот мы сейчас и узнаем ее, зачем ей сноуборд, когда в Москве еще нет снега. Первомайская, дом 1. Это можно, но даже бесплатно. Мы здесь за это должны согласиться, что мы сейчас здесь все. Согласны? Хорошо. Здесь достаточно большой багажник, но я думаю, что он сюда не поместится, поэтому мы сейчас сложим заднее сидение. Давайте пробовать. В процессе посадки обнаруживаем, что автоматическая блокировка дверей с началом движения может создать проблему. При остановке замки остаются запертыми, и чтобы открыть заднюю дверь, надо вернуться к двери водителя. Открывать дверь и снаружи придется, чтобы сложить спинку заднего сидения. Это возможно только в два движения. Сначала надо потянуть ручку в багажнике, а потом через заднюю дверь опустить, собственно, спинку. У других марок эту проблему решают подпружению в спинку, которая в таких случаях прямо-таки отпрыгивает вперед. Ну и как вам машина? Это новая модель Hyundai Elantra, или как тебе теперь принято говорить Hyundai. Ну, в общем, суть дела от этого не меняется. Нравится внутри? Ну, в принципе, достаточно комфортная. У меня есть тоже машина. Какая? У меня Huda C. Название очень похоже. Почти. Это одна из причин, почему Hyundai решила переименоваться в Hyundai, потому что часто путались с Hyundai. Но это же практически одноклассники здесь. Ну, страна выпуска. А, да, это для многих имеет значение. Ну, для меня, да. А по размерам салона? Ну, в принципе, очень комфортно, как у меня. Качество материалов соответствует классу. Тут довольно много жесткого пластика. Правда, выглядит он как мягкий. С практической точки зрения жесткость может быть плюсом. Меньший риск повреждения твердыми предметами. Но в самой дорогой версии комфорт предусмотрена тканевая обивка на дверях. Ну, вот мы и подъезжаем. Как вам машина? Мне не стало лучше после первопосадки? Да, мягкая поездка. Спасибо вам огромное. Жаль, что вы такая жесткая поклонница синяки. Может быть, пособлазнили бы вас на новую машину. Может быть. Elantra имеет общую платформу с хэтчбэком i30, но несколько отличается от него. Седан предполагает больше простора сзади, поэтому колесная база увеличена на 50 мм. А многорычажная задняя подвеска i30 здесь уступила место полузависимой со связанными скручиваемой балкой рычагами. Увеличение размеров помогает Hyundai позиционировать Elantra на полступеньки выше, что-то вроде класса C+. Поэтому Elantra дороже i30 в аналогичной комплектации примерно на 10%. По сравнению с аналогичными моделями других марок, цены на Elantra тоже нельзя назвать демпингом. Наш гость оказался из Румынии. Разговаривали мы по-английски. Вы говорите английский? Да. Конечно, вспомнили про дачу, которая у нас выпускается, как ренолаган. Elantra, разумеется, выглядит гораздо солиднее. Особенно понравилась гостю с юга система отопления. К ногам пассажиров подается очень теплый воздух, а он немного замерз, пока ждал машину. Отверстия для подачи воздуха есть и под передними сиденьями, так что задние пассажиры не обделены теплом. Моего пассажира заинтересовала и безопасность. В комплектацию Optima входят кроме фронтальных подушек безопасности, также боковые и надувающиеся шторы. Elantra не поставляется в Западную Европу, поэтому не проходила тесты Евронкап. Зато ее испытывали в Австралии примерно по той же программе, на фронтальный боковой удар и на уровень защиты пешеходов. В результате Elantra получила 32 из 37 возможных баллов и 5 звезд из 5. Серьезный прогресс по сравнению с моделью 2000 года, которая на том же тесте получила 3 звезды. На нашей Elantra стоит двигатель объемом 1,6 литра и мощностью 132 лошадиные силы. Но это, пожалуй, не главная его характеристика. Конечно, до 3000 оборотов, как обычно, двигателю мощности немного не хватает. Но стоит ему перевалить эту магическую отметку, как ощущается резкий мощный подхват. Руль чуть-чуть потяжелел с ростом скорости, что, в общем, вполне предсказуемо. Но, честно говоря, хотелось бы чуть большей жесткости. В такой стороне и реактивное усилие, и нулевое положение, в общем, вполне приемлемы для автомобилей такого класса. В высокой скорости, даже на относительно ровной дороге, мы начинаем чувствовать легкие удары на стыках и выбоинах. Они не так уж сильнее и вполне простительнее. Добрый день. Здравствуйте, это вокзал Казанский. Можно. А, багажничек можно? Конечно. Что, что-то объемное? Момент. Нету. Да. О, помещается. Даже заднее сиденье не придется складывать. Да, все много. К сожалению. Знакомые названия. Что с ним? Телевидение. Да. Тогда не удивляйтесь. Но в качестве платы мы возьмем маленький разговор со съемкой. Первое впечатление, нормальный хороший багажник, потому что, сами знаете, у нас обычно кофров много, они большие. Ну да. Вот поэтому всегда нужны большие машины. У меня Ford Explorer. Вот, поэтому туда всегда все умещается. Да. Здесь я смотрю, даже вот, то есть, вот, не на пассажирском месте довольно-таки свободно хорошо. Но здесь база почти такая же, как у Toyota Camry. Поэтому, то есть, машина приближается к следующему классу по внутренним размерам салона. Все, мне нравится, тут есть куча всяких кармашков маленьких, куда много мелочевочки. Для мусора. Ну, почему для мусора? Много же и полезных вещей можно разложить. Да, я не считал, но здесь их, пожалуй, с десяток. И опять нам приходится испытывать багажник. Хотя пара штативов и кофр не займут много места. По цифрам объем багажника у Lantra достаточно, но не рекордный. По американским стандартам замеры получается 420 литров. По немецкому методу VDA – 485 литров. А вы видели, какой здесь? Здесь 1,6, мощность 132 силы. Корейцы сейчас используют интенсивно непосредственный впресс бензина и изменение фаз газораспределения. Поэтому, в общем, с небольшого объема получается такая хорошая отдача. И, в общем, ну, мне понравилось. Получить пассажиров на задний ряд не так и не удалось. Поэтому придется тестировать его самому. Ведь это очень важная составляющая часть комфорта семейного седана. Мне есть здесь чем заняться. Это термос. Место впереди я для него не нашел. Но сзади, пожалуй, мы разместимся. Увы, в эти подстаканники кружка от термоса не подходит. Но я уверен, что обычные банки и стаканы сюда встанут как родные. Задний ряд полностью оборудован для всех троих пассажиров. Но можно ехать вдвоем. Тогда опускается подлокотник. Вот люка за ним нет. Хотя мы уже начали привыкать к таким функциям. Но класс, цена и тому подобное. Здесь есть карманы. Тоже подходящие для банок 0.33 и бутылок 0.5. И, в общем, достаточно просторно. По крайней мере, если впереди сидит человек не слишком высокого роста и сидение не отодвинуто до упора, мы видим, что здесь пространства вполне достаточное. Вплоть до того, что если немного постараться, то можно положить ногу на ногу. Однако минус. Здесь покатая крыша. И, соответственно, для головы место минимальное. Я 50-й перцентиль, то есть тот самый идеальный человек, под которым проектируются все автомобили. Мой рост 176 сантиметров. А ведь есть люди повыше, с нашей акселерацией пассажиры могут быть гораздо более высокого роста. Поэтому им придется использовать запас по коленям. Всем остальным, однако, здесь будет достаточно просторно. Покупатель «Лантре» может выбрать один из двух двигателей. Мотор объемом 1,8 литра, мощностью 150 лошадиных сил, доступен только в одной комплектации «Спорт», которая придумана специально для него. Странно, что с таким названием продается автомобиль с автоматической трансмиссией. Впрочем, она довольно современная и имеет 6 ступеней. Это самая дорогая версия «Лантре». Она стоит 900 тысяч без 10 рублей. Мы едем на более доступные модификации. Исполнение «Оптима» обойдется в 746 900 рублей. Двигатель объемом 1,6 литра развивает 132 лошадиные силы. Шестиступенчатая механическая коробка передач помогает этой версии быть самой экономичной. 6,1 литра бензина на 100 километров по смешанному циклу. Этот силовой агрегат доступен также в базовой комплектации за 694 900 рублей. Самое дорогое исполнение «Комфорт» включает двухзонный климат-контроль и систему стабилизации, которая корректирует движение автомобиля не только тормозами, но и воздействием на рулевое управление через электрический усилитель. Все это удорожает автомобиль всего лишь на 33 тысяч. Исполнение «Оптима» и «Комфорт» можно заказать с автоматической трансмиссией, которая поднимет цену машины на 70 тысяч рублей. «Элантра» можно назвать результатом тонкой настройки гаммы моделей «Хюндай». Европейские конкуренты просто выпускают свои модели с разными кузовами. «Хюндай» же сделала седан отдельный от хэтчбека моделью, сокращая зазор между классами «С» и «Д». Для России с нашей традиционной любовью к солидным автомобилям с настоящим багажником – это довольно логичное решение. Как показал наш эксперимент с работой в такси, «Элантра» пусть и не идеально, но достаточно хорошо отвечает потребностям и водителя, и пассажиров. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова